знаете вот что меня поражает мы с вами говорили про историю а ведь история часто прям вот на наших с вами глазах во первых она сейчас делается мне кажется мы живем что сейчас просто история происходит а во вторых она тут же и переписывается я беседовал с театральным таким режиссером очень действием рахергауза и он не сказал что он сам из одессы скупаем сказал что после 2 мая 2 мая мы помним что произошло воздух в одессе стал чище сказала и мне очень сложно было потом с ним продолжать дизель что он имел ввиду а он имел ввиду дали спросил ну то что вот все эти элементы которые вносили смуту мутили воду пророк пророссийские значит и они были но за тебя пока на зажима зачищены вот как нам с вами допустим общаться с нашими согражданами которые абсолютно полярно смотрят на многие вещи может быть я упрощу потому что программа имеет границы да я попытаюсь свое личное отношение к этому высказать почему мы сегодня видим такую откровенную национализацию фашизацию украины почему сейчас и общероссийская с украиной история и советская история и даже история бог там знает каких-то веков она переписывается напрочь то есть уничтожаются памятники сжигаются книги вспомните почему почему как раз для того чтобы было разнополярное мнение и видение не только истории вообще жизнеустройства народов ведь до недавнего времени мы в принципе думали очень одинаково были выучены одинаково но лет двадцать последних как минимум после начала распада советского союза на территории украины абсолютно четко всеми без исключения будущего теми президентами которые были в то или иное время на украине было взят был взят курс на национализацию на некую идентичность почему потому что многие решения которые сегодня и вчера неслись из киева и будут еще не стись они вот именно с таким мировоззрением именно с таким полярным мнением полярным допустим нашему какому-то российскому я так общее назову они могут быть хотя бы немного легитимизированы если наводнить грубо говоря взять и переместить одновременно несколько там не знаю сколько вода есть человек но миллион допустим откуда-нибудь из центральной россии то они начнут крутить это сегодня не все но вот в 1 1 момент если переместить они покрутит у виска и скажут ребят да вы что мы хотим 9 мая мы хотим там 1 мая или другие праздники и мы хотим праздновать но постепенно через образование через огромное давление средств массовой информации формируется сознание особенно молодых людей и завтра завтра если все это продержится достаточно долго они будут проводниками интересов которые сегодня высказывают я ценюк турчинов порошенко и прочее 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 там этот господи лишко мы смотрим на эти заявления они кажутся нам дикостью так на секунду лет через пять ну десять они будут восприниматься абсолютно нормальными и даже я бы сказал им будут аплодировать но пройдет время и принятие получается что некоторое количество людей просто напросто этого себе это в этой себе участи не захотели я говорю о крыме я говорю о донбассе где сейчас идет война там люди этого не захотели я на самом деле вам скажу что тут действительно очень сильно играет вот та поговорка что в принципе каждый народ достоин своего правительства вот здесь она явно видна может быть даже мне бы очень хотелось чтобы наши братья белорусские тоже учились этому смотрели почаще что там произошло не делали ошибок и нам это огромный урок и кстати не будьте вот этих событий на украине не будьте крыма неизвестно бы каким вот мы говорили с вами о скрепах а прочих вот это неприятие который тотальное неприятие истории справедливости определенной перевернутой с ног на голову понятие ценностей она сегодня кого-то пугает кого-то просто-напросто отвращает или просто хотя бы как минимум удивляет и в итоге сплачивает население россии потому что это все видят а сплачивает я думаю сплачивает вы знаете не сплачивает другие вещи они скорее экономического характера а вот такие вещи однозначно сплачивает и ну то вакханалия которая творится сегодня на границах выстраивание этого евро европро и вообще про и беспрецедентное давление санкции и прочее которым подвергается страна имеет совершенно другую реакцию не ту которую ожидали от россиян еще людям помимо вот этого сознания нужно нужно давать еще жизненные возможности и стараться сделать как можно больше это беседа когда мне не хотелось прерывать разговор то есть я не посматривал на часы я был готов продолжать еще столько же и это ценно что были новые вопросы которые мне не задавали и мне поэтому было на них интересно обещать